Здравствуйте, меня зовут Ставцев Евгений. Я заведующий историко-техническим музеем Дом Черепановых. Это филиал Нижнетегирского музея-заповедника. В мои обязанности входит административно-хозяйственная работа, проектно-отчетная документация. Как научный сотрудник я занимаюсь проведением экскурсий, построением выставок, пишу научные статьи, статьи для газет. То есть работа самая многоплановая. Я работаю научным сотрудником научно-просветительного отдела Нижнетегирского музея-заповедника Горно-Заводской Урал. И в мои обязанности входит прием заявок, дежурство на телефоне. Я отношусь к тем людям, которые встречают гостей в нашем музее, которые работают на открытиях мероприятий, открывают различные выставки. Провожу естественные экскурсии. Вот что я особенно люблю. Самое главное для меня — это встреча с нашими посетителями. Когда учился в институте, я хотел быть историком. Но чем я буду заниматься, я еще не понимал тогда. Поработав после института год в школе, понял, что это не мое, и пришел на работу в музей. Но меня не приняли тогда. Ну, вернее, предложили должность сотрудника в советском отделе, хотя мне нравилась всегда этнография. Я отказался. Через год я пришел снова в музей. Мне была предложена должность сотрудника выставочного отдела. Я снова отказался. И уже через год, придя уже в третий раз в музей, решил взять то, что дали. И тогда освободилась должность сотрудника отдела фондов. Это хранитель коллекции металл. Я согласился. Когда попал в фонда хранилища, увидел старинные часы, старинные самовары, каслинское литье, патефоны, граммофоны. Я понял, что вот это будет очень интересно. Дело в том, что работать в музее было моей детской мечтой. И я действительно, когда была маленькая, побывала в 1986 году на экскурсии в Брестской крепости, в Беларуси. На этой экскурсии я не только испытала огромный спектр различных эмоций, я даже упала в обморок во время экскурсии, потому что проводила ее женщина, которая принимала участие в обороне Брестской крепости. И нам просто повезло в этот день, что она приезжала на встречу с школьниками и заодно провела экскурсию в нашей туристической группе из Нижнего Тагила. И я вышла из Брестской крепости, я поклялась, вот когда я проходила ворота цитадели, я просто поклялась, что я обязательно закончу образование, получу именно такое, чтобы когда-нибудь тоже рассказывать о Брестской крепости, тоже рассказывать людям, проводить экскурсии. Настолько меня поразило и мастерство, и те эмоции, которые я испытывала. Я с этой мечтой уехала из Беларуси, я про нее не забывала, то есть я поступила на исторический факультет нашего педагогического института, я его закончила, но в силу различных семейных обстоятельств у меня не получилось пойти работать по профессии, тем более в музей. И уже через много-много лет я встретила своего однокурсника, который работал в музее. Это был заведующий дома Черепановых Евгений Михайлович Савцев. Попав к нему на экскурсию, которая прошла в течение трех, по-моему, если не больше, часов, то есть я абсолютно без ног была, и все, кто там был, но мы слушали как завороженные, и тот эффект, который на нас произвела эта экскурсия, он был просто непередаваем. И я вспомнила о том, что вот же она моя мечта, вот я где должна работать, и вот именно так люди должны с моих экскурсий уходить. Вот с этим впечатлением и о музее, и об истории такая подача материала, я думаю, что будет, наверное, мне по силам. Я захотела себя в этом попробовать, и с тех пор я начала просто Евгению Михайловичу Савцеву умолять взять меня работать в музей, а он уже не знаю, кого еще умолял в этом музее, чтобы меня взяли, меня пригласили на собеседование. И Альфия Хусейновна Фахреденова дала добро на то, чтобы я пришла в музей. Я начала работать в историческом отделе сначала, и я счастлива, до сих пор счастлива, что это произошло, что это случилось в моей жизни. Это, наверное, самое-самое лучшее событие в моей жизни. Когда я пришел в музей работать, как-то все закрутилось очень быстро. Даже помню дату, это было 10 июля 2000 года. Через 3-4 дня приехал в наш город с визитом новый президент, тогда еще Владимир Владимирович Путин. И вот для него делалась выставка во Дворце культуры металлургов. На эту выставку нужно было перевозить разные вещи, не только из коллекции металла, но и другие экспонаты нашего Тыгельского музея. И я работал там и грузчиком, и хранителем, и сотрудником. Выставка была однодневная. После отъезда почетной делегации уже за полночь мы вернулись с экспонатами фонда хранилища. И я тогда даже не думал, зачем буду добираться до дома, потому что я жил на вагонке. Как было добираться, то есть нужно было завершить эту работу до конца. Мы привезли экспонаты, распаковали их, расставили. И тогда была хранителем Ольга Владимировна Халяева. Она сказала тогда, что я прошел боевое крещение, возможно, из меня что-то получится в музейной сфере. Мне запомнилось не то, что я делала, а мне запомнился день, когда я впервые после сдачи обзорной экскурсии через два месяца после того, как пришла в музей, когда я впервые дежурила, когда меня поставили на дежурство в историко-кровическом музее. Я помню, что я зашла туда, но ощущение было, что я зашла в какой-то храм. И все для меня святое там, и я наконец-то прикоснулась к этому всему. Я иду, вокруг меня эти бюсты, вокруг меня эти картины, вокруг меня эти этикетки со словами. И я иду вдоль этих залов, и ощущение полное сбывшейся мечты, вот оно меня просто накрывало в этот день. И я помню, что я тихонечко даже потерла Петра Первого, насколько я помню, что я смогу потрогать экспонат руками впервые, потому что я здесь не просто теперь уже посетитель, я человек, который вот в этой тайне участвует. Казусов было много, конечно. И с моими коллегами, и с посетителями музея со мной тоже были казусы. Я расскажу, наверное, о том, который произошел со мной. Уже будучи работая в музее Дом Черепановых, у нас как-то заболел дворник, не могли найти дворника. И вот мы с сотрудниками договорились, что будем по очереди мести двор, убирать территорию усадьбы. Настала моя очередь, я взял метлу, взял халат, пошел мести двор на усадьбе. И в это время приходит незапланированная такая группа старшеклассников. Они спросили, это музей, можно ли зайти? Я говорю, да, конечно, проходите. И потом бежит сотрудник, сказал, что заказали экскурсию. Я был тогда дежурным сотрудником. Я быстренько переоделся, помылся, выхожу к этой группе старшеклассников, вижу такое недоумение на лицах у них и шушу к ним между собой. И слышу такие разговоры. А у нас что, экскурсию дворник будет вести? Я говорю, да, дворник. Я, конечно, пошутил, но потом представился, кто я. И у нас вот такая была, было весело начало экскурсии. Экскурсия прошла благополучно. Все остались довольны. Казусы, безусловно, случаются, как у всех людей. Они были совершенно разные. И какие-то из них, можно, наверное, рассказывать на камеру, какие-то, увы, нельзя. Ничего особенно страшного не происходило. Единственное, что много лет назад мы закрывали музей и никак не могли поставить его на сигнализацию. Опять же, историко-криевический. Остались сигналист, остались смотритель залов и осталась я. И мы очень долго не могли понять, проверяя все форточки, проверяя все двери, что же нам не дает. И вдруг из-за угла вылетает огромных размеров зеленая муха. И вот пока мы эту муху не поймали, до полодиннадцатого вечера мы никак не могли закрыть историко-криевический музей. Настолько была сигнализация чувствительная, что она вот эту муху реагировала на нее. Вот такой вот был казус. Вдохновляет меня в работе музея, наверное, собственно, сама работа. Она очень разноплановая и работая в музее, понимая, что ты можешь быть кем угодно. То есть, когда ты делаешь выставку, ты выступаешь как, наверное, кинорежиссер, потому что ты командую с большим процессом, большим количеством людей, строишь экспозицию, в которой есть свои идеи, тема. Выступаешь как художник, потому что ты споришь с художниками, настаиваешь на своем, как ты видишь эту выставку. Ты можешь выступить в роли актера, потому что, когда проводишь экскурсии, ты не только должен выдать материал исторический посетителям музея, но и преподать его так, чтобы это было интересно, чтобы это было эмоционально, чтобы люди снова вернулись в музей. Ну и также можешь выступить еще в роли ученого, потому что участвуешь в экспедициях, работаешь непосредственно с артефактами, с документами, с подлинными историческими вещами и пишешь научные статьи, участвуешь в научных конференциях. Вдохновляет также, собственно, сами старинные вещи, здания, в которых они хранятся, вот эта вот история, культура, вдохновляют посетителей музея, потому что ты заряжаешься от них энергией. Как правило, в музей приходят люди не только с нашего города, но и с разных концов нашей страны, и из-за рубежа приезжают, с ними интересно всегда общаться. И тут уже выкладываешься полностью, независимо от того, тагильчане приехали, иностранные граждане, и делаешь так, чтобы люди снова вернулись в музей, в Тагил, и после экскурсии поняли, что они приехали в самый лучший город Земли. Это вот наша задача самая главная. Ну и, конечно, вдохновляют сами коллеги, мои музейные сотрудники, с которыми я работаю. Это люди все интересные. Вообще музей такой колладезь каких-то интересных, необычных творческих личностей. Вдохновляют глаза, глаза посетителей. Вот те люди, которые уходят после экскурсий, и у них совершенно измененные глаза, как будто они, знаете, как будто они стали выше, как будто они стали чище, как будто они стали счастливее в нашем музее. И вот это ощущение, вот это удовлетворение, его не сравню я ни с чем вот в этой жизни, правда. Может быть, когда-нибудь я там буду встречать в роддоме свою дочку с внуком, может быть, я испытаю нечто подобное, потому что я очень мечтаю об этом. И здесь тоже. Я всегда мечтала быть здесь. Я пришла сюда, когда мне было 36 лет. Это очень долгий срок, долгий путь к музею. Но то, что я здесь сейчас нахожусь, это для меня счастье. И то, что я вижу глаза людей после экскурсий, действительно до сих пор есть вот этот отклик, есть этот отзыв. И то, что если из 20 деток, которые сюда приходят с классом, хотя бы 5 поведут потом своих детей и внуков в музей, я думаю, что это моя победа. Это наша победа. Победа нашего музея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова